Традиционный турнир по баскетболу среди ветеранов проходит уже на протяжении многих лет. В этом году на лыжную базу ФСК СТЗ приехало 7 команд. Две из Челябинска, мужская и женская, баскетболистки из Перми, женская команда из Екатеринбурга, мужская из Копейска и хозяева турнира мужская команда Северского трубного завода. Полевчане регулярно собираются вместе, чтобы поиграть в свою любимую игру, обладают хорошей техникой и физическими данными. Играющий тренер команды Олег Чертилин занимается баскетболом с детства. Слава Богу, что у нас есть такой спортивный комплекс на Северском трубном заводе, где мы можем заниматься. Спасибо семье Тихоновых, которые культируют этот вид спорта у нас в городе. Ну и спасибо нам, что мы еще двигаемся. Первый матч на этом турнире ветераны СТЗ проводят против Копейска. Накал борьбы довольно высокий, уступать никто не хочет. Все заряжены на победу. Видно, что баскетболисты приехали сюда не просто пообщаться друг с другом, но и выяснить, кто лучше играет. Хотя в перерывах между матчами здесь царит действительно очень дружеская атмосфера. Нам очень приятно. Мы постоянные друзья вашего турнира памяти. Ну, изначально нас пригласили, мы 20 лет ездим. С удовольствием. Очень приятные соревнования сейчас. Женские, мужские команды. Это очень здорово. Популяризация баскетбола, здоровье. Ну, самое главное. Ну и любим нашу страну и все остальное. Сколько у вас человек в команде? 11. Возраст какой? У старшего 73. В ту голову у Сергея. Вон там на площадке сейчас играл. В другом у 70, мне 60, ну и там поменьше. Ну, как вам впечатление по первым двум периодам матча? Ну, пока не везет, но я надеюсь, сейчас начнем попадать и выиграем нашу команду. Но все же представителям Копейска не удалось одолеть полевчан. И это не случайно. Ведь команда СТЗ по итогам двух дней соревнований стала победителем турнира. Второе место заняли ветераны из Озерска. Третье место взял Челябинск. А ребята из Копейска стали четвертыми. Среди женских команд лучшими стали представительницы Челябинска, Серебро у Екатеринбурга и замкнуло тройку лидеров команды из Перми. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости 11 канала.